Есть и детская площадка, и зеленые насаждения. Только прогулка во дворе жителям дома номер 248 по улице Черемшанская особого удовольствия не доставляет. Если молодежь быстро обходит кочки на тротуаре, людям в возрасте путь в несколько метров с препятствиями дается с трудом. Тротуарную дорогу, 248 дом, на конце я сама падала, сама падала, до сих пор не асфальтируй. Жители 15-го А микрорайона с насущными проблемами пришли на общественные слушания. Николай Бузыгин уже несколько лет является старшим по дому номер 76 по улице Алма-Атинская. Говорит, проблем здесь предостаточно, и решать их нужно комплексно. Меня волнует, как старший по дому. Система отопления, потом детские площадки, чтобы был песок, и там благоустройство было. Когда будет капремонт и система отопления в площадном состоянии. За 4 месяца работы общественных советов в 15-м А микрорайоне установили около полусотни лавочек, завезли порядка 30 машин асфальтовой крошки, спилили более 70 аварийных деревьев. Вопросы местного характера теперь решать стало проще. Общественные советы на проблемы жителей реагируют быстро. Мы себе дали задание, что после каждой встречи мы уезжаем с конкретными поручениями от вас. И каждый день, на следующий день мы хотим сразу видеть решение этих вопросов. Зачастую проблемы одни и те же. Это обеловка деревьев, это завоз крошки, это вывоз мусора. Вопросы ремонта и строительства внутриквартальных дорог, детских площадок, места отдыха, вопросы занятий спортом. Создается именно тот уровень власти, который обязан будет и будет решать вопросы людей. Вопросы развития территории, вопросы благоустройства. Чтобы жизнь в микрорайоне становилась лучше с каждым днем, работать над его благосостоянием необходимо сообща. 13 сентября жители выберут депутатов в районные советы, которые составят единую команду созидания. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.